Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там. Джон Кирби – координатор стратегических коммуникаций Белого дома из сообщения «Голоса Америки». США расшурили санкционный перечень, добавив в него представителей Ирана, ответственных за производство дронов и баллистических ракет. Новые санкции дополняют введенные в сентябре и ноябре ограничения в отношении физических и юридических лиц, вовлеченных в производство и передачу иранских БПЛА серии «Шахет» и «Маджахер», которые Москва продолжает использовать в своих жестоких атаках против Украины. «Иран должен прекратить свою поддержку неспровоцированной агрессивной войны России в Украине, и мы будем продолжать использовать все имеющиеся инструменты, чтобы сорвать и задержать эти поставки и ввести санкции на субъектов, участвующих в этой деятельности». Энтони Блинкен, государственный секретарь США, из сообщения на сайте Государственного департамента США. «Жизнь реально значительно ухудшилась, хотя к ней привыкли, но влияние санкций очень большое. Сейчас американцы создали специальную комиссию, которая будет изучать компонентную базу всего иранского оружия и искать, как повлиять на прекращение поставок микросхем и всех других присутствующих там компонентов». Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры о поставках определенных видов ракет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такое снабжение России будет красной линией. Это может вызвать применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран. «Вероятность такая существует, но она не стопроцентная. Есть внутренняя иранская дискуссия, и особенно сейчас, на фоне внутренней нестабильности протестов. Там же те, кто выступает за смягчение репрессий против протестантов. Они выступают в равной степени и против поставок оружия. Надо задействовать весь арсенал давления на эту страну, для того, чтобы её интересы страдали в районе Южного Кавказа и Ближнего Востока, в Европе, чтобы они несли ответственность, если такое решение будет принято». Эксперты считают, что Иран может поставлять России только дроны и баллистические ракеты. Маловероятно, что другие виды вооружения также будут привлечены. «Иран находится не в той ситуации, чтобы столь масштабно вскрывать свои военные запасы и передавать их России. У них есть программа морских беспилотников. Возможно, они и это задействуют, но нет смысла. Артиллерийские снаряды тоже маловероятно. Возможно, какая-то амуниция». По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, по состоянию на 4 января 2023 года Россия выпустила по Украине примерно 660 иранских дронов Камикадзе «Шахид-131» и «Шахид-136». В договоре между Россией и Ираном речь идет о поставках 1750 боевых беспилотников. Между тем, в иранских СМИ 28 декабря появилась информация о получении 24 российских истребителей Су-35. А 1 января правительство Ирана сообщили о построении совместно с Россией нового трансконтинентального торгового маршрута в обход иностранного вмешательства. Юлия Биль для телеканала «Фридом».